Добрый день, дорогие второклассники! Сегодня я хочу вас пригласить на урок русского языка. Проведу её я. Меня зовут Котрус Ольга Владимировна. Я работаю в восьмой школе города Черкеска. Итак, ребята, начнём. Я предлагаю девизом нашего урока сегодня обозначить такое. В мире много интересного, нам порою неизвестного. Миру знаний нет предела. Так скорее, друзья, за дело. Итак, ребята, я вам предлагаю выполнить первое задание. В среде родственных слов «цвет», «цветок», «цветник», «цветной» попробуйте найти, какое слово лишнее. Совершенно верно, ребята. Слово «цветной» лишнее. А почему? Потому что слова «цвет», «цветок», «цветник» отвечают на вопрос «что?», а слово «цветной» отвечает на вопрос «какой?». Давайте вспомним, ребята, а какая это часть речи? Совершенно верно. Это имя прилагательное. Итак, сегодня на уроке мы с вами будем говорить о том, что же такое имя прилагательное. Какие же цели и задачи мы поставим перед собой? Знакомство с новой частью речи, то есть именем прилагательным. Мы с вами постараемся выяснить, что обозначает и на какие вопросы отвечает имя прилагательное. Какую роль играет в нашей речи? Какой, каким членом предложения является? Для начала я вам хочу предложить отгадать загадку. О каком животном пойдет речь? У нее зубки, рыльца, ушки, шерсть, хвост. Правильно, ребята, догадаться сложно. А почему? Потому что нам не хватает признаков данных предметов. А давайте попробуем отгадать сейчас. У нее острые зубки, тоненькое рыльце, чуткие ушки, рыжая шерсть, пушистый хвост. Конечно, ребята, это белочка. Что же нам помогло отгадать загадку? Нам помогли отгадать признаки предметов. А признаки предметов, ребята, это и есть имена прилагательные. Имя прилагательное, ребята, это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы. Какой? Сладкий? Арбуз. Лисичка какая? Хитрая. Яблочко какое? Спелая. Листики какие? Осенние. И еще я хочу добавить, ребята, что в предложении имя прилагательное является второстепенным членом. Я имя прилагательное. Я слово замечательное, сказала прилагательное. Я равного себе не знаю. Я признаки обозначаю. Без признаков предмета нет. Об этом знает целый свет. Определяю я предметы. Они со мной весьма приметны. Я украшаю вашу речь. Меня вам надо знать, беречь. Итак, ребята, какие же признаки может обозначать имя прилагательное? Имена прилагательные могут различаться по размеру. Например, узкий ремень или широкая река. Прилагательные также различаются по форме. Круглый мяч. Овальное зеркало. Еще, ребята, предметы могут распознаваться по запахам, например. Такой признак, как запах. Душистый ландыш. Нежный аромат. Также признаки различаются по вкусу. Кислый щавель. Или сладкое яблоко. К примеру, признаки могут еще распознаваться по цвету. Голубая лента. Или красный мак. Еще, ребята, мы можем определить признаки, такие как внутренние качества людей и животных. Это храбрый воин или хитрая лисичка. А еще внешние качества человека. Это симпатичная, красивая девочка. Попробуйте, ребята, сами привести свои примеры. А теперь, ребята, давайте немножко отдохнем и проведем с вами небольшую физминутку. Привет! Ну что, разомнемся? Идем на месте. Раз, два. Раз, два. Шире шаг. Раз, два. Раз, два. Остановились, потянулись и выполним наклоны головой. В одну сторону. Раз, два. В другую. Раз, два. Еще. Раз, два. Молодцы! Раз, два. А теперь, не поворачивая голову, глазками посмотрим вправо-влево. Право-влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поморгаем. А сейчас вверх-вниз. Вверх-вниз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поморгали, поморгали глазками. Хорошо. Зажмурьте глазки. Раз, два, три. Откройте и посмотрим вдаль. Еще зажмурим. Раз, два, три. И смотрим вдаль. А теперь немножко потанцуем. Отлично, ребята. Пока. Я в соседний класс. Итак, ребята, давайте с вами продолжим. Я вам предлагаю выполнить вот такое задание. Каждому имени прилагательному давайте попробуем подобрать соответствующие имена существительные. Например, яблочное, картофельное. Что это может быть? Совершенно верно. Это пюре. Чайное. Столовое. А это речь идет о ложке. Спелое. Румяное. Конечно же, это яблоко. Речной. Сахарный. А это может быть, ребята, песок. Хрустящий. Зеленый. Конечно. Это огурец. Хорошо. Выполним. Следующее задание. Сейчас я вам прочитаю стихотворение. А вы попробуйте посчитать, сколько в этом стихотворении имен прилагательных. Я смотрела из окна. Мне вся улица видна. Деревянная скамья. На скамье сидит семья. Внук красивый, молодой. Дед с кудрявой бородой. Мама с папой. А у ног серый, маленький щенок. Если будете внимательными, вы найдете прилагательные. Итак, вы сосчитали, сколько прилагательных в этом стихотворении? Давайте проверим. Деревянная, красивый, молодой, кудрявой, серый, маленький, внимательными. Молодцы, ребята. В этом стихотворении семь прилагательных. Ребята, поэты и писатели очень часто в своих произведениях используют имена прилагательные. А еще имена прилагательные можно встретить в загадках и в сказках. Я вам предлагаю отгадать несколько загадок и попытаться найти в этих загадках имена прилагательные. Хожу в пушистой шубе. Живу в густом лесу. В дупле на старом дубе орешки я грызу. Конечно, это белочка. Какие же прилагательные мы употребили в этой загадке? В шубе какой? Пушистой. В лесу каком? Густом. На дубе каком? Старом. Послушайте следующую загадку. Рыжая плутовка хитрая да ловкая. В сарай попала, кур пересчитала. А совершенно верно. Это лисичка. Давайте определим, какие же здесь прилагательные. Нам помогли распознать, что это лисичка. Плутовка какая? Рыжая. Ещё она какая? Хитрая. Следующая загадка. Ушки чуткие торчком. Хвост взлохмаченный крючком. В дом чужого не пущу. Без хозяина грущу. Да, ребята, это собачка. Ушки какие? Чуткие. Хвост какой? Взлохмаченный. В дом какой? Чужого не пущу. И следующая загадка. Маленький рост, длинный хвост, серая шубка, острые зубки. Конечно, это мышка. Рост у неё какой? Маленький. Хвост у неё какой? Длинный. Шубка какая? Серая. А зубки какие? Совершенно верно. Острые. Ещё загадки. Алый шёлковый платочек. Яркий сарафан в цветочек. Упирается рука в деревянные бока. А внутри секреты есть. Может, три, а может, шесть. Разрумянилась немножко. Это русская... Совершенно верно. Матрёшка. И, ребята, какие же здесь были прилагательные? Платочек какой? Алый. Шёлковый. Сарафан какой? Яркий. А ручки у неё упираются в какие бока? В деревянные. Совершенно верно, ребята. И матрёшка у нас какая? Русская. Красные двери в пещере моей. Белые звери сидят у дверей. И мясо, и хлеб. Всю добычу мою я с радостью белым зверям отдаю. Совершенно верно, ребята. Это зубки. Двери какие? Красные. Звери какие? Белые. И, ребята, ещё одна загадка в завершении. Я часть речи интересная, широко в миру известная. Опишу любой предмет. В этом равных со мной нет. Речь со мною выразительная и точна, и удивительна. Чтоб красиво говорить, мною нужно дорожить. Конечно, ребята, это имя прилагательное. Молодцы! Вы справились с этим заданием. А теперь я вам предлагаю составить и записать в тетради словосочетания. Но для начала давайте попробуем стрелочками соединить имена существительные с подходящими по смыслу именами прилагательными. Итак, имена существительные. Имена прилагательные. Давайте проверим, какие же словосочетания у вас получились. Итак, ребята, лук какой? Цветущий. Лук. Овощ. Конечно, ребята, он горький. Пруд. Старый. А вот пруд, веточка тоненькая, он гибкий. Совершенно верно. Плод. Он съедобный. Плод, который течет по реке, он быстрый. Гриб был съедобный. А гриб – это заболевание. Он, конечно же, опасный. Итак, ребята, подведем небольшой итог. Посмотрите, что имена прилагательные тесно связаны с именами существительными. Молодцы! Вы справились с этим заданием. А теперь в закреплении я вам предлагаю поработать с текстом. Прочитайте про себя текст. Прочитаю я. Пришла ранняя весна. С голубого неба светит яркое солнце. С веселым шумом бегут ручьи. На старой березе строит гнездо чёрный грач. В чистом весеннем воздухе поют птицы. Ребята, какова главная мысль этого текста? Как бы вы озаглавили этот текст? Конечно, можно озаглавить «весна» или «ранняя весна». Я вам предлагаю выписать из этого текста имена прилагательные. Давайте проверим, что у вас получилось. Итак, первое предложение. Пришла ранняя весна. Где же здесь имя прилагательное? Весна какая? Ранняя. Следующее предложение. С голубого неба светит яркое солнце. С неба какого? Голубого. Солнце какое? Яркое. Из третьего предложения. С веселым шумом бегут ручьи. С шумом каким? Веселым. Следующее предложение. На старой березе строит гнездо чёрный грач. На березе какой? Старой. Грач какой? Чёрный. И, наконец, последнее предложение. В чистом весеннем воздухе поют птицы. В воздухе каком? Чистом весеннем. Ребята, я думаю, что вы все справились. Молодцы. Замечательно. А теперь, ребята, я предлагаю вам выполнить несколько заданий по нашему учебнику русского языка. Итак, упражнение 152. Рассмотрите рисунки. Что мы видим на картинках? Какие предметы? Это яблочко. Это морковь. Это лимон. Клубника. И вишенки. Я вам предлагаю сейчас назвать признаки этих предметов. Давайте попробуем распознать эти предметы по величине. Какое из этих предметов самый большой? Самое большое – это яблоко. А что же поменьше? Конечно, поменьше размером будут вишенки. Давайте попробуем распознать эти предметы по цвету. Какое яблоко? Какая морковь? Какой лимон по цвету? Какая клубника? И, наконец, вишенки. По форме. А теперь вспомните, какие они на вкус. И попробуйте определить вкус всех этих предметов. Молодцы, ребята. А теперь такое задание. Составь и запиши предложение по-любому из этих рисунков. Подчеркните имена прилагательные. Ребята, в предложении имена прилагательные подчеркиваются волнистой линией. Молодцы. А еще я хочу обратить ваше внимание на то, что имена прилагательные могут отвечать не только на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие», но и на другие вопросы. Например, желаю доброго пути. Пути какого? Доброго. Иду по зеленому лугу. Лугу какому? Зеленому. Горит ярким светом. Светом каким? Ярким. Вижу чудесную картину. Картину какую? Чудесную. Итак, ребята, прилагательные могут отвечать еще на вопросы «какого», «какому», «каким» или «какую». Молодцы. А теперь переходим к следующему упражнению. Упражнение 154-е. Я вам предлагаю прочитать отрывок из сказки Валентина Катаева «Цветик. Семицветик». Старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень красивый цветок, вроде ромашки. У цветка было семь прозрачных лепестков. Желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. Ребята, какие слова помогли нам определить, насколько же красив был этот цветик, семицветик? Правильно, ребята, это слова «желтый», «красный», «зеленый», «синий», «оранжевый», «фиолетовый» и голубой. В какой части речи, ребята, относятся эти слова? Совершенно верно. Это все имена прилагательные. А теперь прочитайте этот текст без имен прилагательных. Старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене цветок, вроде ромашки. У цветка было семь прозрачных лепестков. Ребята, что же изменилось? Текст стал совершенно не таким, как был прежде. Давайте сделаем вывод. Текст. В тексте имена прилагательные нам помогли не только распознать цветок, но и узнать, насколько он красивый. Я вам предлагаю списать последнее предложение из этого текста и подчеркнуть имена прилагательные волнистой линией. Итак, ребята, имена прилагательные помогают описать предмет, делают нашу речь точной, яркой и выразительной. Но еще, ребята, я хочу обратить ваше внимание на то, что при сравнении двух предметов используются имена прилагательные, которые описывают предметы с какой-то одной стороны. Они могут обозначать признаки либо по величине, либо по цвету, либо по вкусу. Слова, которые мы употребили в упражнении 155, называются противоположными по значению словами. Это слова-антонимы. Муравей маленький, а слон? Какой слон по величине, подумайте? Конечно, он большой. Уголь черный, а снег? Совершенно верно, ребята, а снег белый. Перец горький, а сахар? Какой сахар? Совершенно верно, сахар сладкий. Дорога широкая, а тропинка, а тропинка, ребята, как правило, она узкая. Молодцы! Вот сейчас мы с вами поработали с антонимами. Итак, ребята, давайте немножко подведем итог. Какова же роль имен прилагательных в нашей речи? С помощью прилагательных можно ярко, образно описать предмет. Прилагательные помогают точно, ярко, лаконично описать внешность и характер. Именами прилагательными можно дать описание, например, дня, времени года, состояния человека и природы. И в итоге урока я вам еще хочу прочитать еще одно стихотворение об имене прилагательном. Имя прилагательное. Мы теперь с тобой дружны. Признаки предметов называешь ты. Солнечное лето. Праздничная ель. Вкусные конфеты. Машенькин портфель. Итак, ребята, какие же цели мы ставили перед собой в начале урока? Мы достигли свою цель? Какие задачи мы ставили перед собой на уроке? Да, теперь мы знаем, что такое имя прилагательное. Попробуйте привести свои примеры. Молодцы. И я вам хочу задать домашнее задание. Запишите текст и дополните его именами прилагательными. Оживает лес. В зелени поют птицы. По ветвям скачут белки. Вот бежит заяц. А за кустом спряталась лисица. Ребята, это ваше домашнее задание. Ещё я вам хочу предложить себя оценить. Как же вы работали сегодня на уроке? Сегодня на уроке я научился. Подумайте, чему вы научились во время урока? Было интересно. Что вам наиболее интересным показалось во время урока? Мне было трудно. Возможно, вы где-то встретили трудности. Мои ощущения. Этот урок дал мне для жизни. Что вам дал наш урок для жизни? Подумайте. Больше всего мне понравились задания. Вспомните, какие задания вам понравились больше всего. Ребята, я вам очень благодарна за внимание. Большое спасибо. Наш урок окончен. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова